МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В мэрии города в этом году состоялось первое заседание Межведомственной комиссии по подготовке к зиме. Глава Лобинска Василий Клюев обсудил с представителями предприятий коммунального хозяйства, носущие проблемы и способы их решения. Тему продолжит Жанна Вебер. В заседании Межведомственной комиссии приняли участие представители водоканала, теплосетей, энергообеспечивающих предприятий и управляющих компаний. Обсуждали итоги работы в осенне-зимний период и оценку деятельности коммунальщиков. В целом, во время снегопадов и заморозков все службы сработали хорошо. Оперативно ремонтировались обрывы линий электропередач, устранялись аварии. Наиболее подробно обсудили деятельность предприятий «Водоканал», «Тепловые сети» и «Строинвест». В составе водоканала находится водозаборное сооружение, 8 водонапорных насосных станций, 258 километров магистральных водопроводных сетей, при этом 237 километров в аварийном состоянии нуждаются в замене. В силу износа сетей потери составляют 60%. В зимний период не обошлось без сложных ситуаций. Из-за продолжительно низких температур произошло промерзание разводящих сетей, заложенных неглубоко. Некоторые жители несколько суток оставались без воды, и все же сотрудникам «Водоканала» удалось справиться с проблемами. «Оценивая деятельность предприятия, можно сказать, что в целом крупных аварий, каких-то катастроф, которые повлекли собой ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки в городе, слава богу, допущено не было. Подоснабжение населения, учреждений, предприятий шлялось бесперебойно. Качество поставляемого воды соответствовало требованиям санитарных норм и правил». Нелегкая работа зимой и у теплогенерирующих предприятий. Тепловые сети обслуживают 109 многоквартирных домов с централизованным отоплением. Несмотря на то, что средний уровень износа сетей составляет 78%, аварию удалось избежать. «Оценивая деятельность предприятия, стоит отметить, что в прошедший период также не было каких-то аварий, катастроф. Все системы теплоснабжения функционировали в обычном рабочем режиме. Учреждения предприятия снабжались теплом в целом бесперебойно». В начале отопительного сезона поврежденными оказались сети «Строинвеста», за что деятельность предприятия оценена удовлетворительно. «В целом, серьезных нареканий по отопительному периоду не было. Температурный режим соответствовал нормам. Однако, в начале отопительного сезона, это 19 октября, имела место авария на подземном участке теплотрассы в районе сквера сахарного завода. Устранение последствий порыва и потом следующий вывод ТЭЦ на сахарного завода на рабочий режим заняли более трех суток, это большой минус. Этим вопросом даже прокуратура занималась, если вы помните. В силу этого отопительный период для абонентов сахарного завода был сдвинут на 25 октября. Основная причина, понятно, это высокий износ теплотрассы, там более 52 лет этим всем трубам. Ну и крайне низкие возможности предприятия по самостоятельному устранению аварийных ситуаций подобного масштаба. В целом деятельность оценивается удовлетворительно. Вообще, сахарный завод, как теплогенерирующее предприятие, планирует окончить свою деятельность. Поэтому к новому отопительному сезону жителям, находящимся на балансе Строинвеста, необходимо установить автономное отопление. На совещании подвели итоги деятельности предприятия «Санитарная очистка». Возникли нарекания из-за несвоевременной расчистки остановочных пунктов и дорожных знаков от снега. Но в общем, с работой в осенне-зимний период все службы справились. Этот очень сложный, ответственный этап мы прошли успешно, если говорить в целом. Мы не допустили массового отключения наших потребителей от ресурса коммунального, будь это вода, будь это тепло, горячее водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение. Да, были у нас очень сложные аварийные ситуации, однако, благодаря усилиям руководителей, правильным управленческим решениям и то, что наши люди, которые работают в системе жизнеобеспечения, могли оперативно решать вопросы по их устранению. Жанна Выбор, Игорь Еремин, телекомпания «Лоба». В Центре детского творчества состоялся финальный этап конкурса профессионального мастерства «Учитель года-2012». В этом году он проводился 19-й раз. Финал прошли пятеро участников. По итогам всех туров победила Татьяна Барсукова средней школы номер 11. Она стала лучшим учителем 2012 года в Лобинском районе. Финальный этап районного конкурса «Учитель года-2012» прошел в актовом зале Центра детского творчества. Мероприятие стало настоящим праздником не только для конкурсантов, но и для всей педагогической общественности района. В зале царила торжественная и праздничная обстановка. Учителя, учащиеся, руководители образовательных учреждений активно поддерживали участников конкурса. Я хочу сказать, что это действительно праздник, потому что когда говорит учитель и когда слушает учителя, это замечательно. Это было, есть и есть и будет во все времена. Еще замечательно, наверное, то, что мы с вами в последние годы почувствовали особую заботу нашего государства. Вот, наверное, те успехи в школе и те перемены, которые происходят, это говорит прежде всего об укреплении государственности в России. И несмотря на все трудные вот эти годы, но мы смогли сделать так, что сегодня приятно зайти практически в каждую школу. В каждой школе есть автоматизированные рабочие места, в каждой школе есть современные системы обучения. Остается одно, и мне очень хочется этого пожелать, чтобы и мы с вами становились другими. И вот конкурс «Учитель года» именно способствует тому, что мы открываем новые таланты. Цель проводимого мероприятия – выявление талантливых педагогов, а также развитие творческой деятельности педагогических работников, использование новых технологий в организации образовательного процесса, а также повышение престижа учительской профессии. В течение нескольких недель участники конкурса представляли на суд жюри и зрителей свой профессиональный опыт, сформированный в процессе кропотливой работы. В финал прошли пятеро учителей. Все участники конкурса награждены и отмечены грамотами главы района. Александр Садчиков лично пришел поздравить конкурсантов. В 19-й раз район проводит этот конкурс. И вот мне хочется сказать, что молодеют конкурсанты, молодеет зал. Приятно смотреть сегодня на такой вот красивый состав тех победителей, которые вышли вперед, за тех, кто болеет, за них. Сказать вам самые добрые слова, которые можно сказать учителям. Потому что ваша жизнь от года к году все легче и легче делается. На вашем пути только от радости, от маловато. Но хочется сказать то, что вы с великим мужеством, с великим знанием дела, с большим тактом, с большим терпением, которому нужно получиться у вас преодолеваете все. И сегодня вот мы их поздравляем, благодарим за их стремление и волю к победе. Вот очень интересный девиз я прочитал, кто из победителей с каким девизом живет. И вы знаете, мужчинам надо позавидовать вот тем девизом, с которым живут наши замечательные победители. Я искренне сегодня вас всех поздравляю. В номинации «Учитель года» по основам православной культуры лучше оказалась Светлана Леусова, преподаватель средней школы номер 5. В номинации «Учитель года» по кубановедню победила Екатерина Суханова и средней школы номер 22 «Станица Чамлыкская». По итогам всех туров победителем районного конкурса стала Татьяна Барсукова, учитель начальных классов средней школы номер 11. Как сказал Александр Александрович, действительно, педагоги Лобинского района – это сила. И дети Лобинского района – это наша гордость. И приятно было сегодня видеть их на сцене, когда они аплодировали, пели нашим конкурсантам, давали задор, огонь. Я поздравляю всех с праздником. Нашим победителям конкурса я желаю краевой победы, а нашим лауреатам и призерам принять участие в следующем году. И я надеюсь, что действительно 20-й наш конкурс станет для вас победой. С праздником! Овчарка по кличке Альфа отдела МВД по Лобинскому району стала призером краевых соревнований по линии кинологическая служба. Она смогла выполнить все задания по обнаружению взрывчатых и наркотических веществ, а также сдержанию преступника. Среди 50 участников Альфа стала второй. В кинологической службе ОВД Лобинска собака по кличке Альфа служит всего полгода. Она прибыла сразу по окончании обучения в зональном центре города Краснодар. Но несмотря на свой небольшой стаж работы, именно она смогла прославить лобинскую службу отдела, став призером краевых соревнований специалистов-кинологов со служебными собаками. На прошлой неделе проходили краевые соревнования по линии кинологической службы среди специалистов-кинологов по поиску и обнаружению взрывчатых веществ, взрывчатых устройств, а также общий разыскной профиль и по поиску наркотических средств. Со стороны Лобинского ОВД принимал участие в соревнованиях старший сержант полиции Никитин Виталий Анатольевич со служебной разыскной собакой Альфы, которые на этих краевых соревнованиях заняли почетное второе место. Дебют был первое соревнование, да, это очень хорошо, что мы заняли второе место, как бы мы приехали ни разу не участвовав нигде. Ну сравнительно, да, год и семь месяцев собака молодая. В соревнованиях приняло участие около 50 конкурсантов со всего края. Четвероногие участники соревновались, кто лучше ищет наркотики, взрывчатку в помещении, в грузовом и легковом автотранспорте, а также в дисциплине общей разыскной деятельности. Альфа с кинологом-специалистом выступала в номинации поиск взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Лобинская собака, несмотря на свое первое участие в подобном мероприятии, по всем показателям занимала лидирующие позиции с большим отрывом от остальных участников. Всего в отделе сегодня служат 10 собак общерозыскного профиля охранно-конвойного и по охране общественного порядка. Четыреногие полицейские – незаменимые помощники в работе сотрудников отдела. Собака буквально каждый день выезжает на места происшествия, на все места происшествия, где возможно применение служебной собаки. Практически на всех мероприятиях массового масштаба она задействована. Все праздники – 1 мая, пасхальные все, рождественские, пасхальные, 1 мая, 9 мая – все праздники задействованы служебной собаке по поиску обнаружения взрывчатых веществ, взрывчатых устройств. Собаки принимают непосредственное участие и в раскрытии преступлений. Пес по кличке Мухтар стал уже звездой розыска. Благодаря уникальным способностям он помогает раскрывать квартирные кражи буквально по горячим следам. Неделю назад по заданию оперативного дежурного выдвигались в составе следственной группы на место происшествия, где применяли служебную собаку Мухтар по общерозыскному поиску профилю, который буквально в короткие сроки взял след, указал направление подхода и отхода преступника и в течение 20 минут сотрудниками следственной группы и группы немедленного реагирования был задержан гражданин, который совершил квартирную кражу. Чтобы поддерживать формы и оттачивать мастерство, собакам приходится много тренироваться и благодаря этому удается достичь высоких показателей. А сейчас настало время прогноза погоды. С ним нас познакомит и Елена Прокопенко. Елена, какую погоду обещают синоптики 17 мая? 17 мая по прогнозам синоптиков возможен дождь. Подробнее через несколько минут. Это и все новости на сегодня. С вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова